На моем канале уже выпущено более 500 лайфхаков, вы только вдумайтесь, из них уже более 100 школьных. Чтобы вам было удобнее просмотреть их все, я решил собрать целых 100 штук в одно видео, добавив немного новых. Я думаю, такая подборка вам понравится, а если это так, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Также постарайтесь досмотреть ролик до конца, ведь я спрятал много интересных пасхалок. Сделать очень удобную шпаргалку можно из листочка бумаги и булавки, если просто приколоть его к внутренней стороне рукава вашей рубашки. Пользоваться такой шпаргалкой очень удобно и без палюна. Чтобы бумажки из ваших тетрадей не терялись и не мялись, сделайте сзади вот такой вот кармашек с помощью клея и листка бумаги. Так вы больше никогда не потеряете важных бумажек. Из обычного карандаша можно сделать подобие игрального кубика, просто написав на каждой его грани цифру от 1 до 6. Получается весьма достойная замена, будет чем заняться на скучных уроках. Если вам нужно срочно перевести фрагмент текста, то вы можете запустить гугл переводчик быстро и мгновенно перевести нужный текст, хоть это и не точно, но зато всегда спасает. Берите с собой в школу немного черного шоколада, так как он стимулирует работу мозга и поможет на сложных уроках, да и сам вкус шоколада немного снимет стресс от школы. Заполнять дневник всегда очень скучно. Делайте это на таких же скучных уроках, лично я как-то за один урок заполнил его на полгода вперед и вообще не парился. Но если у вас бывают уроки, на которых нет учителя, то вместо того, что вы беситься, лучше сделайте домашнее на завтра или дополнительно какие-то предметы. Так у вас дома будет больше времени. Если у вас нет точилки с контейнером, то идеально подойдет пачка от тик-така, стоит только немного вырезать отверстие и у вас получится прикольная оригинальная точилка. Скачайте на телефон мобильную версию википедии, чтобы быстро искать нужную информацию на уроках. Она грузится быстрее обычной версии, да и пользоваться ей гораздо удобнее. Совет из моего личного опыта. Где бы вы не были на контрольной ЕГЭ или Олимпиаде, всегда пишите даже то, что не знаете наверняка. Не оставляйте задания пустыми, пусть хоть что будет написано, и иногда это может накинуть вам пару баллов. Если у вас намечается контрольная, то раздобудьте номер вашего учителя и позвоните ему во время контрольной. Учитель отвлечется на звонок, а в лучшем случае и вовсе выйдет, что позволит вам списать. Полезная функция поиска текста в гугл хроме пригодится и в школе. Она поможет вам при нахождении нужной формулы или при быстром поиске определенного текста на уроках литературы. Если у вас под рукой нету линейки, а нужно быстро что-то начертить, то используйте все, что лежит под рукой. Я часто пользуюсь телефоном, или же если его нету, то пальцем. Линии получаются не супер ровными, но все же лучше, чем от руки. На контрольных по точным наукам, таким как химия, физика и алгебра, можно искать задачи в гугле. Просто введите дословно первую половину задачи и скорее всего вы найдете задачу и ответ на нее. Для этого лайфхака вам надо два телефона и две сим-карты. Позвоните с первого телефона на второй и положите его в классе где-нибудь на подоконнике перед родительским собранием. Дальше воткните наушники во второй телефон и идите слушать все, что происходит в любое место. Теперь вы можете заранее узнать, чего ожидать от собрания и что отвечать маме. У каждого есть пенал, он присутствует на большинстве контрольных и школьных экзаменов. На внутренней стороне есть много места, где вы можете написать все, что угодно. Главное положить побольше канцелярии наверх, чтобы не спалиться. Ваша ручка это то, что есть на любой контрольной. А еще часто берут запасную ручку. Вымейте все изнутри этой самой запасной ручки и вставьте туда нужное количество шпор. Места там достаточно. Если на руке у вас есть часы или браслет, то и под них можно засунуть шпаргалку, так, чтобы незаметно с нее списывать. Лучше, кстати, иметь часы побольше. Я, конечно, не проверял этот метод, но можете написать шпору на банкноте, и при попытке учителя изъять ее у вас, это будет считаться взяткой, и вы имеете право ее не давать. Если вы пишете контрольную работу в школе, то лучше всего в наглую возьмите такой же по размеру лист, как и тот, на котором пишите только подготовленный, и положите его наверх. Это, пожалуй, и самый беспалевный способ, так как учитель не подумает, что вы настолько наглый, и у вас прямо там шпаргалка. Еще один способ списать на контрольной, пожалуй, очень простой и эффективный, это написать все, что вам надо на парте карандашом. Так это будет максимально беспалевно, удобно, и в случае палева вы сразу можете стереть ластиком надпись на парте, и с ней все доказательства. Не покупайте вещи для школы в сезонных палатках, так как они там намного дороже, да и качество у них гораздо хуже. Лучше купите все, что вам надо в больших магазинах, которые работают весь год. Вы можете подготовиться к контрольной и зарабатывать на тех одноклассниках, которые будут просить решить им задание. Это очень крутой способ, и лично я один раз так заработал больше 200 рублей за день, что для школьника огромные деньги. Чтобы не бояться вызовок доски и решения номеров в классе, заранее дома заскриньте все номера из параграфа, который сейчас учите, и вы с легкостью спишите все даже у доски, хотя делать так нехорошо. Если вы заранее знаете, что вам надо пропустить какой-то урок, например контрольную, то в поликлинике возьмите на это время талон к любому врачу, там тоже даты не будет. Покажите талон вашей классной руководительнице, и можете смело идти. Чтобы дома у вас было больше свободного времени, правильно распределяйте домашнее задание. Я, например, что-то делал дома, что-то на переменах или других уроках, и можете мне поверить, способ крутой. Я за свои 10 лет обучения в школе постоянно был отличником. Если вам лень учить стих, то найдите его аудиоверсию и слушайте ее в наушниках перед сном около 20 минут. На утро стих будет более-менее выучен, и лично я пользовался таким лайфхаком не раз. Берите с собой в школу пауэрбанк, он поможет вам в критических ситуациях, например, если телефон разрядился на контрольной. Также вы можете давать его одноклассникам, чтобы взять у них что-то взамен. Поверьте, зарядка – вещь востребованная. Квадратное уравнение решать просто, но долго. Советую вам просто выучить формулы, а в школе пользоваться вот такой вот простой программой, чтобы не терять лишнего времени на контрольной. Если вы пишете пересказ текста, то на уроке можно ввести в гугл любую цитату из 5-6 слов, и он сразу найдет вам целый текст по короткому содержанию. Вы сможете написать детальный пересказ, особо не парясь. Я видел много разных советов, как убрать двойку из дневника, но, как по мне, самый беспалевный способ – это просто вырвать страницу аккуратно, так, чтобы не оставалось ничего лишнего. Меня так никогда не палили. Ну а чтобы вам не приходилось париться по этому поводу, можете просто завести два дневника, один из которых можно давать учителям для хороших оценок, а другой – для плохих. Если на вашем карандаше сзади нет ластика, то вы можете взять бесполезную резинку с вашей ручки и одеть ее туда. Теперь можете пользоваться и как ластиком, и так от нее намного больше пользы. Чтобы никогда не попасть в глупую ситуацию на контрольных, купите себе вот такую вот самую дешевую сквозную ручку и дополнительно вставьте туда еще одну пасту. Так вы сможете абсолютно без потери времени сразу же продолжить писать, если ваша ручка закончилась. Ну а если ручка в экстренной ситуации все же перестала писать, хотя пасты там еще достаточно, то разберите ее и пару раз максимально сильно дуньте в саму пасту. Это должно подтолкнуть пасту вперед, и ручка начнет писать. Если вы не можете выучить или понять какой-либо предмет, то можно воспользоваться платными репетиторами для контрольной и прямо во время урока. Естественно, это стоит денег, да и применять такой способ часто не стоит, лучше просто выучите какой-либо предмет. Если вам задали много домашнего задания и вам реально в лом что-то делать, то можете просто завести на завтра новую тетрадь и сказать учителю, что домашка в старой тетради, которая лежит дома. У меня так не один раз прокатывало. Если ластик на карандаше сзади стал плохим и стерся из-за времени, то можно запросто поточить заднюю часть карандаша с помощью обычной точилки. Точилка сможет убрать излишек металла, и ваш карандаш будет как новый. У многих школьников нету циркуля, и лично у меня окружности всегда получались какими-то странными. Можно просто проделать две дырки в линейке и с помощью нее чертить круг очень быстро и практически идеально. Но если вам всегда нужен разный диаметр, то достаточно проделать несколько дырок. Положите какую-нибудь толстую тетрадь в портфель, чтобы у вас всегда было откуда взять листочек для контрольной, и так вам не придется его искать или брать у кого-то, и вы сэкономите время. Если вы, как и я, никак не запомните свое школьное расписание, то сфотографируйте его на телефон, чтобы вы всегда могли посмотреть его там, а не идти к нему специально. Если ваш корректор засох и не пишет, то открутите его сверху и закапайте немного любого растворителя, например, ацетона. После этого сильно встряхните корректор, и он снова будет писать как новый. Если вам лень гладить рубашку или вы спешите с утра, то можете просто выгладить ее верхнюю и переднюю частью, где остальную часть все равно никто не заметит под пиджаком. Если вы получили много плохих оценок, то можете на эту страницу налить клея ПВА и подождать, пока он засохнет. Способ, конечно, немного глупый, но все же, когда родители откроют дневник, они там не увидят двоек, а вы можете сказать, что не знаете, почему так произошло и страницы склеились. Самый простой способ вписать на контрольность телефона, это положить его под один лист тетради. Главное, это выставить яркость так, чтобы вы смогли спокойно читать, а с ракурса учителя ничего не светилось. Заточите карандаш с двух сторон по-разному, и теперь вы сможете одновременно и чертить тонкой линией, и рисовать что-то толстое. Выходит очень удобно. Чтобы выучить сложный стих, вы можете записать его на микрофон своим голосом, после чего просто поставить на реплей и слушать в течение всего дня. Это никак не помешает вашим делам, но стих вы запомните. Очень полезное приложение на телефон под названием «Линейка» поможет вам измерить любую длину, даже удобнее, чем обычной линейкой. Да и телефон у вас всегда под рукой. Чтобы в школе было удобно искать что-то в портфеле, закрывайте книжки и тетради прямо на том месте, где закончили, и складывайте их вместе. Так вы сможете, не теряя времени, сразу открыть и книгу, и тетрадь в нужном месте. Если на улице очень плохая погода, то вы можете попросить родителей не идти в школу из-за этого. Лично у меня так пару раз прокатывало. Многие школьники, как и я, не могут проснуться с утра и постоянно выключают будильник. Скачайте себе на телефон приложение «Будильник Аларми», который точно пробудит вас. Вы не выключите будильник, пока не решите парочку уравнений. Кстати, количество и сложность можно выбирать самому. Если вы не знаете, куда сесть на контрольный, чтобы списать, то сядьте за стол к учителю и посмотрите, какое место самое незаметное, и вскоре садитесь именно туда. Если ваш портфель слишком тяжелый, то вытащите оттуда пару-тройку книги, просто сфотографируйте страницы нужного параграфа на ваш телефон. Бросьте несколько пачек влажных салфеток в портфель. Это поможет в очень многих ситуациях, от потекшей пасты до непредвиденного обеда. Старайтесь писать мелкими буквами, так вы будете экономить место в тетради, да и писать будете гораздо быстрее. Также ведите свои конспекты, сокращая слова в них, так вы будете успевать записывать за учителем гораздо быстрее, но старайтесь сокращать слова так, чтобы вы всегда смогли их прочитать и понять смысл. Чтобы купить в столовой все, что вам нужно быстро и без очереди, попросите учителя выйти за 3 минуты до конца урока, пока там еще никого не будет, и спокойно вернитесь в класс с уже купленной едой. Если вы опаздываете на урок, то обязательно позвоните классной руководительнице и предупредите ее заранее. Так она не будет на вас злиться и будет считать вас более ответственным. В случае, если вы не можете сделать домашнее задание по какому-то сложному предмету, просто подойдите к вашему учителю перед уроком и расскажите, что и как у вас не вышло. Лучше сделать так, вместо списывания с ГДЗ, потому что вы освоите предмет лучше, да и учитель за вашу честность ничего вам не сделает. Чтобы легально пропустить один день учебы, попросите у любой девочки с хорошим почерком написать вам записку об освобождении с урока от имени ваших родителей. Это всегда работало, я много раз так делал. Никогда не берите с собой телефон, если идете делать домашку. Лучше отложите его подальше, так, чтобы он вас не отвлекал. Сон – важный критерий вашей продуктивности на учебе. Многие ученые доказали, что самый эффективный сон идет с 10 часов вечера до 3 часов ночи, поэтому старайтесь ложиться спать пораньше. Наступают такие моменты, когда на носу важный опрос или зачет. Если весь класс не подготовился, то договоритесь и спрячьте куда-нибудь ваш журнал, так вы получите еще пару дней на подготовку. Если вам совсем лень учиться, то постарайтесь на уроке вести диалог с учителем и спрашивайте что-нибудь, лишь бы затянуть время урока и скоротать его не так скучно. У меня это всегда работает, особенно в старших классах. А вы получается были на море, да? А там сильно дорого получается в Крыму сейчас? А границу там сложно переезжать? Ну я просто тоже был в Крыму, там получается часа 3 где-то граница. В начале года заведите один большой черновик, куда будете писать все предметы, по которым забыли взять тетрадь. В конце года вы не растеряете разных листочков и все предметы будут удобно собраны вместе. В случае, когда ваша тетрадь закончилась, продолжите ее, подложив в конце пару листочков, чтобы текущая тема не разбивалась по разным тетрадям. Приложение Физика поможет вам писать контрольное, по нелюбимому многими предмету. Там есть все формулы и их объяснение. Кстати, есть и удобная кнопка спрятать шпору. На протяжении всех учебных лет старайтесь снимать на камеру всякую дичь, которую творят ваши одноклассники. Вы будете пересматривать это, когда вырастите, например, на выпускном. И я вас уверяю, тогда вы и поймете, как круто будет это все пересмотреть. Самый старый, но при этом давно проверенный способ прогула школы. Попросту капните на кусочек хлеба немного йода и съешьте. В зависимости от количества йода у вас поднимется разная температура, хотя чувствовать вы себя будете абсолютно нормально. Главное не переборщите, иначе можно реально подпортить себе здоровье. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, например, у меня плохое зрение, то вы можете запросто уходить с уроков, ссылаясь на то, что вам нужно к врачу. Можете показать талончик или уйти просто так. Способ всегда работает и никогда не вызывает подозрений учителей. Главное не использовать его слишком часто. Перед контрольным или важным опросом вы можете просто, как обычно, пойти в школу, но там спрятать свой портфель, а затем, громко возмущаясь, начать его искать. Кроме того, что вы прогуляете урок, вы можете также сорвать его и для своих одноклассников. Тут уже главное договориться, чтобы они вам подыграли. Очень редко используемый, но при этом рабочий способ. У медсестры сбейте термометр, а затем поставьте его так, чтобы он напрямую не касался кожи. Затем покажите медсестре, что температура у вас меньше, чем 36 градусов, и она отпустит вас домой, ведь с такой температурой у человека явное переутомление или стресс. Ночью посидите за компьютером, чтобы на утро ваши глаза были красные. Также можете просто сильно потереть глаза, или, например, если вы носите линзы, как я, то просто неправильно вставить одну из них. В общем, конечная цель – красные глаза. Тут важно также добавить очень сонливый и уставший вид. Я думаю, любая мама поймет, что сегодня вам лучше отдохнуть и не идти в школу. Также в конце я решил добавить немного школьных пранков. Для первого пранка нам надо раскрутить корректор, аккуратно слить куда-то его содержимое, и затем налить туда любую другую жидкость, например, как в моем случае, колу. Думаю, друг очень удивится и будет крайне недоволен, когда нальет себе в тетрадку колу вместо корректора. Реакции получаются реально крутые. Купите себе ручку, чернила которой исчезают через полчаса после написания. Ссылка, кстати, на такую есть в описании. Поменяйте в любой обычной ручке пасту именно на эту и дайте такую ручку своему другу. После того, как он будет писать полчаса на уроке, надписи постепенно начнут исчезать, чему он явно будет не очень доволен. Перед тем, как ваш одноклассник сдаст тетрадь учителю, накапайте туда немного клея ПВА. Я думаю, даже не надо объяснять, что будет дальше, когда клей сработает. Попросите у друга телефон и поставьте ему будильник на время урока, но не простой, а в приложении с отключением только при решении уравнений. Можете поставить уравнение посложнее, чтобы он не смог выключить будильник на уроке в течение пары минут. Выходит, очень смешной фейл. Прямо на уроке можете включить какую-либо песню на полную громкость и очень быстро положить ее на парту вашему однокласснику. Он сразу не поймет, что происходит и запаникует, но ведь учитель-то не знает, что телефон на самом деле не его. Поспорьте с другом, что он не сможет вылезти через окно первого этажа в школе, после чего просто закройте окно и можете спокойно начинать ржать с вашего друга. Еще один спор с другом. Скажите ему, что он не сможет вот так вот два раза провести линейкой и полбу за пять секунд. Друг, естественно, поведется на легкие деньги, но перед этим пранком вам надо просто немного порисовать ребру линейки карандашом. После спора друг будет думать, что он выиграл деньги и ничего не подозревая будет ходить вот с такими вот полосками на лбу. Если у вас есть маленький квадрокоптер, то можете подложить его в портфель вашему другу или же просто ставить его в классе и выйти во время урока. Начинайте жужжать или летать вашим коптером и реакция учителя и одноклассников будет просто офигенная. Выньте все книжки вашего друга из портфеля и пока он куда-то отошел, примотайте их скотчем к парте. Мотайте скотчем помощнее, чтобы сразу разорвать его друг не смог. Реакция друга, в общем, получается бесценна. Ну что же, вот и подошли к концу 100 лайфхаков. Если вы досмотрели этот ролик до конца, то вы красавчик. Надеюсь, они вам понравились. Зацените также другие мои ролики. Ну а на сегодня это все. Всем пока.